Что бы хотелось пожелать сторонникам парка и вообще людям, которые любят животных и относят себя к любителям животных? Очень хотелось бы, чтобы все любители и сторонники начали с малого. Хотя бы просто взяли и почитали о львах, о тиграх, обезьянах и других животных, которые живут в парке Тайган. Но не какие-то мультипликационные фильмы или сказки, а есть развивающие книги, скажем так, научно-популярные, в которых рассказывается и о повадках животных, об их инстинктах. Пускай почитают тех же самых Джеральда Даррелла, кстати, очень интересно. То же самое Джой Адамсон, которая писала о леопардах и о гепардах, в частности о гепарде Пипе, которые они пытались из домашнего гепарда, которого они вырастили с маленького котенка, пытались адаптировать ее к естественной среде. К сожалению, из этого ничего не получилось, животное погибло. Опять-таки, есть очень много прекрасных, интересных документальных фильмов, которые переведены и озвучиваются докторами, кандидатами биологических и зоологических наук. Те же самые передачи и фильмы Ивана Затевахина, доцента НГУ, те же самые передачи, даже старые, можно посмотреть, «В мире животных». Наш Николай Николаевич Дроздов и его пришественники, мы росли на этих передачах. Просто дело вот в чем. Люди, да, люди любят животных. Вот они считают, что животное, это вот такой вот маленький мальчик или маленькая девочка, которую куда посадил, она там сидит. Куда поставил, она стоит. Если на кот это бегает, ну максимум с кровати на диван или к мисочке. Мы должны помнить о том, что очеловечивать животное ни в коем случае нельзя. У них, у животных, свои законы, свои инстинкты. Даже те же самые домашние коты, которые тут у нас вот дома, миленький котенок лежит на диване. Ну котенок может быть и под 6, и под 5 килограмм, пойти гулять на улицу. Как только он отходит от дома, он превращается в дикого хищника, который может убить себе подобного, покалечить себе подобного. Мы должны об этом помнить. Мы должны внимательно хотя бы относиться к потребностям животных не с нашей точки зрения, с точки зрения человека, а именно с тех потребностей, которых они нуждаются. А в частности, у них есть именно вот эта потребность выбрасывать адреналины, выбрасывать агрессию. Да, так получается, что животные могут погибнуть. Естественно, хозяин и директор парка, он знает, что ему делать, как ему делать. Поэтому я уверена, что здесь сделано максимально все, чтобы животные были в безопасности. И вот эти все вбросы и негативные комментарии, и огульное охаивание человека, я считаю, что оно по крайней мере неуместно. Судить о поведении животных может только специалист. Такие специалисты, как Эдгар Запашный, они выразили свое мнение. И я считаю, что это мнение нужно уважать. Тот же самый Влад Гончаров, который много лет работает с львами, он тоже высказал свое мнение. Поэтому, пожалуйста, прежде чем судить, станьте хотя бы, ну не то что специалистами с учеными степенями, а хотя бы удосужьтесь прочесть научно-популярную литературу, если учебник зоологии многие уже и не помнят. Поэтому вот на такой ноте хочу свой монолог закончить. Спасибо, Ирина.